Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Ани и Вани. Важная информация для тех, кто не видел нашу программу вчера. Мы с ребятами находимся в стране безопасности. Это очень интересное место, я бы даже сказала, удивительное, потому что здесь с нами гарантированно ничего плохого не случится. Мы с ребятами учимся правилам безопасности и вместе с тем соревнуемся. Наверняка о многом, ребята, вы знаете от взрослых людей, от своих учителей, родителей. Но это тот случай, когда можно повториться. Согласна со мной? Да. Отлично. Что ж, по результатам первого дня соревнований у нас лидирует Аня. Но выводы делать еще слишком рано, потому что впереди еще три конкурсных дня. Тема нашей сегодняшней программы, ребята, это правильное, а значит, безопасное поведение на улице в отсутствии взрослых. Скажите, пожалуйста, ребята, какая пара года вам нравится больше всего? Ань? Зима. Почему? Ну, можно кидаться снежками, можно кататься с горки, весело. Как я тебя понимаю. Вань, а у тебя какая любимая пара? Мне нравится лето. Тогда можно купаться в речке, играть всякие спортивные игры, когда-нибудь ходить в поход. Да, ребят, я с вами согласна. Вообще все поры года имеют свои плюсы. Ну что ж, ребята, наш первый конкурс будет посвящен зиме и тем явлениям природы, которые характерны для этой поры года. Ваша задача – разгадать мои загадки. Кстати говоря, отгадки уже есть. На ваших стендах это буквы, можно сказать, даже слова. Но единственное, что в них буквы, ребята, перепутаны. Только первая буква правильно в слове размещена, а все остальные перепутаны. Правильный ответ в этом конкурсе будет стоить, ребята, уже целых три фишки. Еще одна фишка тому, кто быстрее справится. Ну что, все понятно? Да. Подходите к стендам и поворачивайтесь ко мне. Слушаем до конца загадку и только после этого переставляем буквы в нужном порядке. Итак, поехали. Он все время занят делом. Он не может зря идти. Он идет и красит белым все, что видит на пути. Переставляем буквы в нужном порядке, чтобы получилось слово «отгадка». Аня справилась. Аня, читай, что у тебя получилось, пожалуйста. Снег. Только надо перевернуть вот это, потому что оно у меня соединилось. В итоге Ваня справился быстрее из-за невнимательности Ани. Анют, читать нужно то, что пишешь. Отгадку узнала? Итак, ребята, это действительно снег. Ваня зарабатывает у нас на этой загадке 4 фишки за скорость и за правильный ответ. Я положу сама, а Анечке я кладу 3 фишки. Так, слушаем следующую загадку. Рисует художник пейзаж на стекле, но эта картина погибнет в тепле. Как зовут художника? Тихонечко, тихонько стенд оставляем на месте. Одновременно, ребята, вы справились. Это у нас что? Прочитайте, что получилось. Мороз. Правильно. Так, даю по 3 фишки, потому что справились вы одновременно. Справились одновременно и быстро. По 4, да. Потому что уже очень быстро вы в правильный порядок навели. на стенде. И последняя, третья загадка, ребят, слушайте. Дел у меня немало. Я белым одеялом всю землю укрываю. В лед реки убираю. Белю поля, дома, а зовут меня. Сделала. Я вижу. Я вижу, за скорость, Аня, получаешь ты у нас фишку. Это... Зима. Зима, конечно. 4 у Ани фишки и 3 у Вани. Присаживайтесь, ребята. Итак, ребята, фишки, заработанные в первом конкурсе, посчитаем чуть позже. А сейчас время встречи с нашим инспектором по безопасности Мария Александровна из МЧС. Она уже вышла с нами на связь. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже успели познакомиться, и я очень рада нашей новой встрече. В прошлой программе мы уже говорили о том, как правильно себя вести, если вы провалились под лед. А сегодня поговорим о том, что делать, если вы стали очевидцем того, как кто-то провалился под лед. Ребята, как вы думаете, что нужно делать в такой ситуации? Аня, Ваня, Ань. Надо кричать, звать на помощь, тянуть. Если не получается, звать помощь других. Так, Анют, ну, Мария Александровна потом, если что тебя поправит, как действительно нужно себя вести. Ваня, что ты хотела дополнить? Нет, надо взять какой-нибудь предмет, либо палку, либо веревку, лечь на живот и заползти до твоего друга, протянуть палку или веревку, а потом потихоньку его вытаскивать. Ох, сколько вы уже знаете, молодцы. Давайте послушаем еще нашего инспектора по безопасности. Дорогие ребята, если вы увидели, что кто-то провалился под лед, громко зовите на помощь взрослых. Если поблизости их не оказалось, но у вас есть с собой телефон, немедленно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. Если ни взрослых, ни телефона рядом не оказалось, отметьте место, в котором вы находитесь, яркой частью своей одежды, например, шарфом или варежкой, и бегите за помощью. Ни в коем случае не выходите на лед сами. На сегодня это все. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, вот и второй конкурсный день подходит к завершению. Осталось еще одно финальное испытание и последняя возможность. Ань, заработать фишки. Кто внимательно слушал тетю Машу, тот ответит без проблем на мои вопросы. Ребята, конкурс называется «Руки, головы, хвосты». Чтобы вам легче было его выполнять, я предлагаю встать. Вон там, рядышком друг с другом становитесь. Итак, я буду читать фразу. Она может быть как правильной, так и неправильной. Если вы с ней согласны, то вам нужно кивать головой и вилять хвостиком. Представьте, что хвостик есть, повиляйте ко хвостикам. Отлично. И кивайте при этом головой. А если вы с фразой не согласны, она неправильная, то вы качаете головой отрицательно и руки прячете за спину. Давайте потренируемся. Итак, можно драться и дразниться, если взрослых нет рядом. Правильно. Смотрите, как быстро сообразили. Еще. Лучше всегда говорить правду об обмане, рано или поздно всегда станет известно. Правильно. Молодцы, ребят. Все поняли. Поэтому я предлагаю начинать. Итак, первая фраза. На коньках лучше всего кататься по речке или замерзшему пруду. Итак, ребята, абсолютно правильно вы отреагировали. Очень быстро и одновременно. Поэтому каждому по три фишки. Это Анина копилочка, а это Ваня накладу. Следующая фраза. В экстренной ситуации надо звать на помощь взрослых. Хорошо. И снова вместе, ребят. Отлично. Запомнили. Мария Александровна об этом говорила. И вы знаете. Очень хорошо. Следующая фраза. Если кто-то провалился под лед, надо лежать ему на помощь. Что только не делала Аня. И виляла, и руки прятала. Но ты правильный ответ знала. Я вижу. Просто вилять хвостиком не надо было, надо руки спрятать. Но ты это сделала. Хорошо, ребят. Аня, ты, между прочим, быстрее начала это выполнять. Поэтому ты зарабатываешь три фишки, а ты, Ваня, две. За правильный ответ. Ну и последняя фраза. Внимательно слушайте. Внимательно слушайте. Последние фишки разыгрываем. В экстренной ситуации нельзя паниковать. Правильно, ребят. Это действительно верное высказывание. Паниковать ни в коем случае нельзя. Присаживайтесь. По три фишки зарабатываете. Молодцы. Ребят, второй конкурсный день, можно сказать, завершен. Нам нужно лишь узнать счет. Итоги второго дня. Считайте быстренько. Верно считайте. Двадцать три. Двадцать четыре. Вот так вот. Практически равный счет, но Иван заработал больше на одну фишку. Хорошо, клади в коробочку фишки. Ребят, на сегодня все. Встречаемся завтра. До встречи. Пока-пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова